доброе утро друзья но знаете сегодня что на повестке дня по всей испании у нас сегодня исторический день вообще это это войдет в историю на многие многие года это будет будут об этом говорить все 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 и намного дни и ночей потому что у нас сегодня первые во прививки делают но не только у нас а вообще по всей европе первые прививки вот смотрите видите все причем это показывают в прямом эфире первые привитые какой-то мужчина из-за это но нас прививать первых из домов престарелых и их кто за ними ухаживает и поэтому все об этом говорят это исторический день и еще у нас на улице дубе у холода я всего 7 градусов я когда проснулась и увидела что на улице 7 градусов это прям мороз и солнце день чудесный вот а я вчера на ночь чуть закрыла полотенцем ну чтобы ему тепло было вот сейчас пошла его открыла диму радость вот открыла и он мне будет песен петь мне так думаю а он жрать пошел да он пошел кушать но солнце ну как я и сказала мороз и солнце вот я пойду завтракать вот потому что это не интересно слушать ну прививки прививки чем до меня они все равно не скоро дойдут а и надо пойти машинку поставить постирать пледы не позавтракать сразу даже не знаю хочется жрать и и и все посмотрим кстати в нашем городе прививать начнут завтра в трех домах престарелых вот везде везде в общем одинаково чтобы никто не это не как это сказать не жаловался и вот в течение каждую неделю будут привет привозить новые новые дозы все у нас там до настроен оптимистично все радуются что это начало конца конец начала в общем что все это закончится но писалия сумасшествие кошмар вот ну конечно не скоро закончится вот но все таки хотя бы будет какое-то облегчение потому что все все хуже и хуже и и и и в общем не можем же мы всю жизнь быть закрытыми от всех и вся туристы и где вы как это как в тик токе ау вы где идите сюда идите сюда кто не смотрел тик ток я сейчас тик токи сижу там очень интересно быстренько и по-моему надо гулять с чарли да ты чё зачем занимаешься чем занимаешься стоит на камеру на камеру позирует типа я так вот видите 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 как только я убираю камеру он вот начинает беситься своей игрушкой так вот и не любит целует потом может скинуть 6 лет ты уже совсем взрослый парень а ты все еще в игрушки играешься иди бы ситу иди бы ситу иди целоваться иди скорее иди целоваться бен ты бен ты мы помоги до басит басит а маме вот смотрите показывает против туберкулеза в 1927 году эти тоже но я кстати вспомнила у меня дедушка умер от туберкулеза по моему вот много разных прививок было против гриппа в сорок пятом вот поэтому не знаю чё люди так боятся чё люди там особенно знаете мне смешит когда нас всех убьют нас всех заразят нас хотят уничтожить не так смешно ну потому что если нас хотели уничтожить не надо об этом кричать по телевизору он самолет пролетел что-нибудь выплеснул и все и кранты а с другой стороны переселение какое переселение у как говорится путин для чего деньги дает чтобы люди рождать наоборот рожали и какое переселение раньше вспомните у бабушек у дедушек было по 12 детей папа 14 у меня у моей бабушки было 12 детей а сейчас один ребенок в семье нам скоро наоборот блин будут не знаю что давать лишь бы мы рожали вот они какой-то у нас переселение так что да у нас кстати вот я вспомню вспомнила у нас много разных прививок делали которые сейчас например детям не делают какие-то вот тут вот сюда вот в плечо делали там сильно она там воспалялась сейчас такое же по моему детям не делают такие прививки потому что все болезнь исчерпала себя и уже не надо ничего делать короче вот ну ладно это отдельная тема и не будем они да мы лучше пойдем сейчас гулять в одно красивое место машину оставила там и пойдем сейчас пешком у нас здесь вот река мы раньше сюда ездили на шашлыки девчонками с мальчишками вот и на той неделе 25 числа по выходные были у подружки гляжу а у нее видео она в инстаграм показывает что она здесь а я подумала сюда приехать а у нее так красиво речка все дела прямо на бурлит вот я говорю это где она такая да вот там вот я гублин я тоже туда хотел приехать и вот она меня прям надо умело надо умело приехал столько мотоциклов вот тут это старая дорога в гранаду это не шоссе ничего и вот по этой дороге часто ездят мотоциклы они там на скорости видите как летят как угорелые как им не страшно и в общем здесь так хорошо этот природа речка сейчас там будут места для где шашлык сделать вот ну правда 7 градусов всего холодно 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 чарли я его нарядила в свитер потому что наверное такой же мерзляк как и я надо было еще знаете уши взять хорошо ветра нет а если бы был ветер то можно было бы вообще закочерыжиться здесь вот есть дачи такие вот типик испаниш как говорят вот видите велосипедисты ездят вот очень классно не только море не только горы ну смотрите и вот такая вот красота тоже у нас есть мы летом сюда с родственниками приезжали шашлык жарили когда на море много народу приезжали на речку чем будем гулять а вот здесь уже начинается видите здесь туалет не помню видео есть с этого места столики для что что для покушать а чё убрали эти вот где шашлыки делать тут маму можно шашлык делать таких было много почти у каждого столика где можно было шашлык делать потому приехали наверное они тут будут тусоваться эти столики эти столики речка какой классный вы не увидите солнце отсвечивает этот трейлер здесь вот выходные когда праздники столько народу речка конечно летом вообще маленькая тут считаю не было пересыхала все а сейчас прямо прям речка речкой мы даже тут купались там вот подвесной мостик есть и 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 много чего понюхать все новое поэтому даже мне становится на солнышке жарко кстати это место 10 минут на машине от нас видите у нас здесь все есть чё хочешь твою душе угодно завтра понедельник завтра ну если не смотаюсь на шопинг какой-нибудь потому что меня знаете 50 50 50 на 50 и хочется и не знаю колется наши скидки скоро типа 7 января но с другой стороны скидки уже давно идут поэтому как бы хочется хочется колется в общем не знаю завтра проснусь и посмотрю с какой ноги встала вот но я не в гранату поеду а по и если поеду то велись малагу это вот сторону малаги туда у нас есть тоже коммерческий центр что-то в гранату одно и тоже не интересно видите сколько мотоциклов там едут и едут мой какая красота и здесь пахнет как в деревне потому что все жгут эти камины печки нужно сейчас тепло я тут никогда не ходила иду первый раз так далеко следишь до дома дойду смотрите какие интересные штучки как дыни что это такое так интересно как дыни висят у нас сейчас сезон апельсин и мандарин поэтому мандарин и апельсины на каждом дереве господи да что же вы такие громкие то ты посмотри может сегодня какое соревнование этих драндулетов я уже иду обратно в этом столько много людей впереди и идут тоже гуляют смотрите саду сорвалась дерево непонятно что это мандарин апельсин но это по моему апельсин вы знаете здесь продают но не продаются а вот такие маленькие они дикие кислые горькие невозможно есть а этот сладкий я думала он такой же противно он сладкий вкусно представляете такому ли пусенький а на обед у меня будет паэлья мидии бульон от мидий сейчас запереть зафигачу туда рис немного рыбы достала туда положила и будет нам вот такая вкусняшка мидии в общем в общем паэлья импровизация импровизация после того как мы погуляли сильно погуляли так знаете куда идешь идешь вроде бы как нормально но потом забываешь что тебе же еще назад надо да вот так что погуляли мы сегодня здорово пальчики замерзли а чё там папа идет чарлипорт чё ты сидишь там чё ты там делаешь села сидит вот поэтому нагуляла голод ой голод и аппетит хотя в аппетит не нагуливать не надо он у меня сам живет своей жизнью и сам нагуливается когда его не надо и когда его не ждут хотя у меня он всегда есть ладно я не о том сейчас будем кушать и отдыхать пока мне будет вариться рис пойду белье повешу и как раз его понюхаю как он вкусно пахнет невкусно я новые вот эти вот камушки туда закинула вот и и чай наверное надо хочется чаю горячего с шиповником а как вы проводите выходные я смотрю подружку в инстаграм они тоже по природе шарахаются знаете я обожаю природу обожаю везде ходить везде гулять раскрывать разные красивые места даже больше наверное чем вот эти вот всякие бары и все такое вот что может быть интереснее вот такой вот речки да или моря завтра на море пойду или не пойду не знаю вот поэтому вот так ладно буду варить паэлью моя паэлья готова она уже настоялась смотрите какая красота красота я буду кушать всем приятного аппетита у нас у соседей вон машинка стирается и вот там в дырочку вода льется в нижний этаж мне кажется кто живет внизу вот у них там белье тоже висит не очень этому рада что у них вот отсюда течет вода вниз у нас кстати нету у нас там такая дырка есть специальная а это вот слышу такая не помочь что за звук как будто вода откуда-то течет они чуть сделали слив что ли что туда к соседям не спадала так мне кажется не очень как-то приятненько там кто внизу кто внизу живет не очень приятненько чтобы им там все плелось одно дело когда дождь другое дело когда непонятно что вы знаете от этих этих камушек я бы не сказала что белье прям сильно пахнет я бы сказала даже что она совсем не пахнет нет она пахнет ноут как ополаскивателем который у меня раньше был они так чтобы прям сильно сильно я ожидала прям там такой запах будет во первых такой звук непонятный странно там нет все это стекает да мне кажется они будут жаловаться и что мы тут сидим и что мы пришли под загорать то сейчас стрелять начнут сейчас стрелять начну до пошли и холодно вообще пошли отсюда нам а ваху холодно какой звук я сама представила если так вот живу тут раз кто-то мне там сверху сверху заливает меня не очень-то приятно правда я себе чай заварила сейчас буду чаек пить наверное шоколадкой вот у меня шоколадка есть помните брала ментоловая парочку возьму они вот такие вот в конвертиках не будет не счастье а и и и и и Это мой ужин, хочу творожок Что-то мне захотелось С этим С сиропом Агавы Сироп Агавы Хотела мед, но он у меня Знаете, это засахарился немного От холода, у нас же сибирские морозы Вот, так что Вот так вот лежала, смотрела Сериал, знаете, какой Золотой Орда Включила себе сериал, но мне кажется Я его смотрела Но я их столько пересмотрела, что просто А еще знаете, как же я смотрю В одной руке у меня телефон В другой руке у меня Еще что-то И в общем, вот так я и смотрю, что потом я могу Заново включить сериал, и он будет как новый Вот Так что вроде бы как интересно Но все равно есть что-то такое Как будто я это смотрела Вот Я буду прощаться с вами до завтра А вот Всего вам самого лучшего И всем пока-пока Пока-пока